МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос об адресной помощи нуждающимся людям рассматривался на втором плановом заседании Совета директоров предприятий и организаций при главе Ленинского района. На встречи недавно созданного органа побывала и наша съемочная группа. Что еще обсуждали собравшиеся, расскажет Юлия Погасьян. С инициативой адресной помощи выступила генеральный директор общества с ограниченной ответственностью конструкция Нина Павлова. Она пояснила, что продуктивнее будет, если каждое предприятие в составе Совета возьмет шефство на той или иной общественной организации или конкретной семьей, чтобы материально помогать не от случая к случаю, а на постоянной основе. Дольшие деньги получаются. То есть детям нужно просто внимание, там 50 тысяч предприятий всегда найдет и вообще просто надо покупать подарки там или что-то еще. Это не та помощь, которая вообще просто не те деньги, но столько радости вообще приносим и так далее. Совет директоров предприятий и организаций для того и создавался, чтобы решать важные задачи и делать жизнь муниципалитете комфортной для всех. Ведь в ходе заседания члены Совета обсуждают с главой Ленинского района вопросы разного рода, в том числе и насущные темы деятельности градообразующих предприятий, решения больших и малых проблем, возникающих в их работе. Создание нового органа поможет более качественному и оперативному решению задач. Проводя встречи с нашим предпринимательским сообществом, хвастаюсь в хорошем понимании этого слова, что у нас создан такой замечательный сайт директоров, руководители предприятий наших таких градообразующих, сильных, активных, которые не только радуют нас отчислениям в бюджет муниципалитета, но еще вместе с нами готовы делать хорошие, добрые дела. В ходе встречи глава Ленинского района Валерий Венцель поделился с членами Совета приятными новостями. Рассказал об открытии в детской поликлинике доброй комнаты для маленьких посетителей, где они смогут играть и отвлекаться от больничной атмосферы, о долгожданном ремонте взрослой поликлиники, который запланирован на 2020 год, и создание в ней еще одной доброй комнаты, об успешно состоявшейся благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Многие проекты реализуются при поддержке предпринимателей. «Инициатива с нас, а с вас просим поддержку. Это не говорит о том, что там много миллионные какие-то вложения, это абсолютно спокойная история, которая, знаете, по большей части вы все занимаетесь благотворительством, по большей части вы занимаетесь вот такими добрыми делами, но здесь вот можно это все сделать целенаправленно». Несомненно, работа Совета принесет пользу, ведь опыт деятельности подобных органов в соседних городских округах Подмосковья показывает высокую эффективность. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Быть учителем непросто, но круто и весело. Это доказали финалисты муниципального конкурса «Педагог года-2019». В своих выступлениях они рассказали много интересного о своей профессии. Ну а кто стал первым в учительском деле, расскажет Александра Столярова. В финале муниципального конкурса «Педагог года» всегда много зрителей. Зал Видновской школы номер 10 полон болельщиков, учеников и учителей из разных школ. В этом году в районных испытаниях участие приняли 11 кандидатов, однако лишь четверо лучших боролись за первый приз. Финалистов приветствовал глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель. Действительно, этот конкурс стал уже традиционным, желанным, и мы для себя четко понимаем, что на территории нашего муниципалитета одна из самых таких главных профессий, которая обсуждается, которая славится, это профессия учителя. Волнение и радость. Именно с этим чувством приходит на урок Елена Яковлева, учитель изобразительного искусства Бутовской школы номер один. В своем выступлении она разыгрывает сценку знакомства с учениками, а также рисует картину с одним из них прямо во время выступления. Очень плодотворно шла работа, помогал коллектив, и поняла, что конкурс очень полезный именно для учителей, для педагогов, именно в профессиональном росте. Выступление о невероятной любви к детям и своей работе представила Оксана Скрылова, учитель младших классов Бутовской школы номер два. Ее пришли поддержать самые яркие фанаты. В интервью она поделилась, что работая с детьми, она постоянно заряжается энергией. Это, наверное, даже не профессия, это мое хобби. Вот когда у человека совпадает хобби с профессией, то работа, не воспринимается, как за работу, это идет от души. Я просто не представляю у себя в роли кого-то другого. То, как важно быть на одной волне с учениками, в своем выступлении показал Евгений Суслов, учитель истории и социальных наук Молковской школы. На сцене они с учениками то пытались найти библиотеку Ивана Грозного, то в военной форме сидели у костра. Роль учителя на самом деле никогда не меняется. Цель-то одни и те же, да, нужно обучить. А так учитель должен просто идти в ногу со временем и приспосабливаться к новым реалиям. Несмотря на серьезную конкуренцию, победу в конкурсе одержала учитель начальных классов Видновской школы номер 9 Анастасия Соколова. Ее выступление в прямом смысле слова было космическим. Педагог путешествовала со своей ученицей по разным планетам, описывающим качества, которые должен иметь настоящий учитель. На одной планете она поет о доброте, на другой танцует. Планета оптимизма понравилась зрителям больше всего. Педагог года 2019 в очередной раз заставляет нас понять, как много ярких и творческих учителей в нашем районе. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Георгиевском храме города Видное глава муниципалитета Валерий Венцель встретился с духовенством. Он поблагодарил служителей церкви за самоотверженный труд на благо жителей и всего Ленинского городского округа. Я хотел в первую очередь всех вас поблагодарить за наше взаимодействие, за наше соработничество, за то, что в нашем муниципалитете достаточно активно проводятся все мероприятия, связанные с духовно-нравственным воспитанием нашего и подрастающего поколения наших жителей. Валерий Николаевич вручил 24-м священнослужителям юбилейные медали, приуроченные к 90-летию Ленинского района, а также памятные подарки. Среди награжденных был и Вадим Мурадов, настоятель Ильинского храма села Дыдылдина. Он, еще будучи школьником, понял, что его истинное призвание – служение Богу. И после окончания семинарии и духовной академии вот уже 7 лет врачует души и сердца людей, которые приходят в храм за помощью, советом и поддержкой. Для каждого священника главная радость, которая наполняет всю нашу жизнь смыслом, придает ей стимул двигаться и развиваться дальше. Это меняющиеся глаза людей, которые когда-то приходят совсем другими. Чудо изменения души человека совершает Христос, но мы, как его служители, тоже в этом принимаем участие. Священно-служители Ленинского городского округа, собравшись вместе, также подвели итоги работы за год и наметили задачи на следующий. Прожить в браке 50 и более лет дано не каждой паре, но те, кто смог это сделать, по праву достойны уважения. Золотые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы по традиции отмечаются с особым размахом. В Ленинском городском округе принято чествовать таких юбиляров и приглашать их в Видновский ЗАГС, чтобы виновники торжества смогли повторно закрепить многолетние союзы. Подробнее расскажет Юлия Погасьян. Юные воспитанники детского сада «Солнышко» поздравили юбиляров совместной жизни. В этот день это был не единственный контраст молодости и зрелости. В торжественной церемонии чествования людей, проживших браки 50 и более лет, приняла участие пара «Чей путь» в семейную жизнь только начинается. Им и остальным молодоженам, опытные в этом деле гости, раскрыли секрет семейного счастья. Самое главное – это взаимное уважение друг к другу. Конечно, на первых парах это, вот мы говорим, любовь, а потом житейские всякие проблемы, вопросы, дети, внуки. И вот здесь надо относиться друг к другу с огромнейшим уважением, пониманием. И тогда все будет нормально. Таких прочных пар в Ленинском городском округе много. Нет сомнений, институт брака жив. Тамара Кращук замужем уже 50 лет. Любит рассказывать историю знакомства с мужем. Спустя полвека совместной жизни говорит о нем с улыбкой. Очевидно, у них любовь не пропала. Я желаю, чтобы встретить свою такую половину и прожить, как мы прожили. Я ничего не могу плохого сказать, у меня не мужа золота. Слава, я тебя люблю. И надеюсь, что это будет всегда заимно. У многих из них вальса Мендельсона на росписи не было. Да и сама свадьба в привычном ее понимании была не у каждого. Ведь эти пары поженились как минимум полвека назад. А есть и те, кто сегодня празднует 55 и даже 60 лет совместной жизни. В то время лишь единицы могли устраивать пышные праздники. Дойдя вместе до драгоценных свадеб, у виновников торжества появилась возможность повторно скрепить союзы и отметить радостное событие. Я хочу вас поздравить с этой датой, пожелать крепкого здоровья, долгих лет и вот такого же хорошего, бодрого, как сегодня настроения, чтобы вы еще долго нас и радовали, и учили, и мы брали вас в вас пример. И когда молодежь говорит, что так долго с одним человеком прожить невозможно, эти ветераны семейной жизни тихо улыбаются. Ведь они наглядный пример опровержения подобных суждений. Юлия Погосян, Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно.ТВ. В рамках эстафеты добрых дел проведены всероссийские соревнования под Хэквондо «Московский вызов-2019». В турнире приняли участие почти две тысячи спортсменов из разных регионов России и стран мира. Среди участников и спортсмены из Видного. Всего город Видное представляли 36 спортсменов из четырех клубов. Среди них как уже довольно опытные, титулованные, так и начинающие. Кира Панина занимается тхэквондо всего четыре месяца. Юная спортсменка много времени совместно с родителями и тренером уделяла подготовке к соревнованиям и получила бронзовую медаль. Детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» каждый год в декабре превращается в театральную площадку. Здесь проходит традиционный праздник «Елка на воде». В нынешнем году в его организации приняли участие более 40 человек – тренеров и воспитанников учреждения. На премьере побывал Максим Козлов. До начала выступления пять минут. За кулисами и в гримерках, которыми служат раздевалки, царит оживление. Позади долгие репетиции, запись музыки и голосов, вживание в роль впереди премьера. Нынешняя сказка, временские музыканты. Роль у меня, как видите, кота. Вот как раз-таки мой друг Пес. Приветствую. Янис Георгиевич. Тоже мой коллега, тоже тренер по плаванию. И мы каждый год играем какие-нибудь разнообразные роли. А долго готовились? Ну, репетиции у нас практически каждую неделю. Значит, неделю два раза. Примерно один раз-два раза. В течение месяцев. Итак, сказка начинается. Непосредственно в спектакле участвуют 20 человек. В основном преподаватели Центра «Дельфин». Но если посчитать всех, кто принимает участие в представлении – пловцов, массов, путанцоров, то получается внушительная команда – больше 40 человек. В хорошо всем известный сюжет привнесли новогоднюю линию. Разбойники пленят Деда Мороза. А бременские музыканты вместе с принцессой, преодолев ряд испытаний, спасают его. Насколько сказка захватывает, видно по детским лицам. Деда Мороза из года в год играет один и тот же человек. Инструктор по физической культуре Сергей Фролов. Правда, для самого Сергея каждая такая роль – настоящее испытание. Но чего не сделаешь ради детей. Честно скажу, в этом году намного легче, так как в прошлом году была сказка, где я надевал две шубы. И в двух шубах скажу, что было тяжело. У всех новогоднее настроение. И этой сказкой мы дарим и себе, новогодние положительные эмоции, и детям, и их родителям. Конечно, театральные костюмы и реквизит – несколько непривычные вещи для тех, кто посвятил свою жизнь спорту и воспитанию детей. Но, по заверениям самих актеров, со временем неловкость проходит. Из года в год это все у нас происходит. И поэтому уже входишь в роль, начинаешь играть, втягиваешься. И некоторые моменты уже начинают нравиться даже. Традиционно добро победит, а зло будет повержено. Но в нашем случае важен не сюжет, а чувства, которыми хотят поделиться со зрителями взрослые и юные актеры. С Новым годом! Пример бассейна «Дельфин» еще раз доказывает, что для того, чтобы подарить детям добрую сказку, не обязательно быть волшебником, да и профессиональным актером быть не обязательно. Главное – иметь большое сердце и любить своего зрителя. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.